Мы с вами друзья в Италии, в городе Верона И если вот эти зубчики напоминают вам, может быть, кремлевскую стену То это не случайно Как бы они связаны отношениями родства Это на 200 лет старше Но все еще держится Хорошо, Миша, вот эти ворота, мы входим, это что за ворота? Это главные ворота на Иазабуар Это главный мест, который он из Средневековой Посмотрим в конце 13-го, в начале 14-го века И на площади будет находиться Колизей Римский, которому более 2000 лет Так что этот город рядом будет Так что этот город не был Средневековый, но он появился еще во времена Римской империи Городу более 2000 лет Ну вот то, что мы видим, это какого возраста? Это Ренессанс, в основном дома, как это Бордовый дом И следующий после него, это дома 15-го века Основная часть Дом, который из серого камня ближе Это 18-19 То есть, есть на что посмотреть Так скажем Потому что добавить, многие считают, что Ромео и Джульетт вернулись в свой город Они бы его узнали Ромео и Джульетта Узнали бы Так, ну транспорта тогда не было такого Они, наверное, больше на каренах Накурино, ой, накурино тут Прямо страшное дело Вот такой, как бы, маленький паровозик А это туристический автобус Очень мило Так, Миша Вот здесь будет вот этот Вот этот фоуферок вестиваль Куда нашу Лариса приедет приятный Смотри, вот Саня Мануэль Да, король Объединенной Италии Он был король Пьемонте Это, как бы, местный бисмарк получается Да Местный бисмарк-идеолог был Джузеппе Массини Это больше, как Кайзер Первый Первый императ С первым королем Беден Миттера Слушай, ну типа Колизей Это Колизей Прям настоящий? Веронский Колизей Более двух тысяч лет И вот здесь каждый август проходит знаменитый фестиваль оперной музыки Здесь самая знаменитая постановка Аида И Колизей старше Где-то на сто лет Чем римский Колизей Так Но римский, как бы, более известный Ну и горловский тоже известный Несловно римский для незнающих людей Которые бегают с групповыми турами А это для более специалистов Мы, друзья, с вами эксклюзивно Наблюдаем Колизей О котором вообще мало кто знает Кроме Экма Ну, я накручиваю Вот такие колизии Хочете зайти туда? А? Хочете зайти туда? Хочете зайти туда? А? Вы там были? Нет, я думаю, мы так ограничимся Так, Принчипесы Крации Сегодня суббота, друзья Уже ближе к полудню И туристов много И вот мы в средневековую часть вступаем Вот эти узенькие улочки впереди Сейчас пойдем там погуляем Ну и вам покажем, естественно Друзья, средневековость С одной стороны А с другой стороны Для аппетита Да, если разыгрался Все есть Очень современная средневековость А? Миша, что ты скажешь? Разве они в средневека так могли? Вот так? Нет Все-таки прогресс, он дорогого стоит Мы поэтому покрупнее и потолще И мясо нас побольше Да И наши эскулапы, конечно Больше знают всякого Да Хотя я думаю, что по понтам Эскулапы средневековью Может быть не уступали современным Не исключено Да Михалик, что ты скажешь насчет новой джелаты? Не сейчас Не сейчас Подпусти ближе Да Все-таки средневековье Знаешь Когда в следующий раз-то так? Так Вот, друзья Входим по средневековому городу Неровности дороги Этой вот Мостовой Приводит к тому, что у меня, может быть При ходьбе камера не так Ровненько Движется, как хотелось бы Вообще при ходьбе-то, что ж там Должно потряхиваться Ничего не поделаешь Обратите внимание Для наслоения архитектурных стилей Да Девятнадцатый век Сейчас Девятнадцатый век Две тысячи век Колоннами Хиттихол Колизей Да И ренессанс билдинги Шестнадцатый-пятнадцатый век Ну, ты знаешь, меня совершенно не смущает Мы не будем смущать После наслоения цивилизаций Хорошо Хорошо В одном квартале Да Да Ой, как тут мило-то, господи Такая уши Маленькая Видите как И в этом средневековом интерьере Прекрасно в него вписываются магазины Вообще В Италии Такое непроходящее ощущение того Что вот когда На витрины смотришь Что там Какая-то Крутая фирма То ли вот итальянские названия Именно так звучат Как будто это уже какой-то бренд Так Пожалуйста Дискаунт Семь процентов Нет желания Что-то покупать Честно То есть я с одной стороны Мозгами думаю Надо бы какую-нибудь маечку Что-нибудь Италия Верона Но как-то пока Ничего симпатичного Не заметил Такая стена Возле нее народ Фотографируется Чувствуется Что вещь Римская Да Историческая А что за стеной Вон туда Что идет Это город Город Мы сейчас туда войдем Могично Могично Я сейчас Популярно Могично Популярно Миша Как называется речка? Верона Так и называется Так Если я не ошибаюсь Пользуешь Кремль Да Средневековая церковь Вероня Сейчас мы Зайдем внутрь Посмотрим Изнутри На средневековье Здесь Темно Нет особо Освещения Но у нас Камера вытягивает Так что Я вот смотрю То что я вижу У себя На Экранчики Кратко светлей Чем то Что видно глазом Здесь Запах Такой Специфический Да Никого нет Хотя Какие-то голоса Я слышу Тут невероятное Эхо Да Вот в этом Краме Мы были Видите 12-14 века Видимо Строился Долго Мы движемся И дальше По Старому Городу И хотим Посмотреть Много Всяких Красот А я Также Пытаюсь Вам передать Вот это Ощущение Вероны Может быть Вы тут Были А может быть И не были Особенно Если не были Так Прочувствовать Прочувствовать Невероятное Ощущение Старины Когда ты Идешь По улице И ты Понимаешь Что Вот Давно Она существует И по ней Ходили люди Там Тысячу лет Назад И больше Так Ну что же Это уже Такой Туристический Китч Тут Живого места Нет От магазинчиков Тут туристов Нет Здесь местные Люди Просто Коммерческие А что же Это толпища Это не туристы Нет Местные люди А им Что делать Можно назвать Арбат Арбат Не дай бог Не на ночь Будет сказано Ну Мы ищем Аналогии Чтобы ребятам Понятнее было Местные Ходят Хотя на Арбате Какие местные Да Вот балкон Смотри Вот Местная Джульетта Может выйти туда При желании Моя настоящая Придуманная Двор Джульетты Ну я говорю У них повышенная Джульеттность Понимаешь То есть С этими балконами Да Где Джульетта Где А это ее мама Это Джульетта А вот как мама Выглядела Это постарше Будет Мне кажется А вот как мама Выглядела Да У меня нет возможности Отойти подальше На другую сторону Улицы Потому что улочки узкие Вот вы видите сами С чем приходится иметь дело Поэтому То что я показываю Так я больше снизу Добро пожаловать в Казахстану Вообще, надо сказать, что со всех сторон много итальянской речи и она очень мелодичная такая музыкальная и привносит колорит. Так вот, когда смотришь на это все, если бы говорили там по-английски вокруг или по-русски, было бы не так прикольно, как когда говорят по-итальянски. Очень эмоциональная, очень такая живая речь, такая тоненькая улица. Мы уже на площадь на самом деле, площадь Зеленщиков. Вот она. И тут все средневековое. Здание, которое я только что показывал, оно уже гораздо более современное, а это все средневековье. так, сейчас я поеду к центру и покажу, что вокруг. вот так. Вот это здание. Вот такой толчок посредине ярмарка. Пашня с часами. Очень симпатичные в виде дома. С зеленью. Солнце в глазах светит. Площадь Зеленщиков, это Piazza Erby. Этот базар существует уже более тысячи лет, вот в таком виде. Но ассортимент, видимо, меняется. Меняется потихонечку, да? Так. Пiazza Erby также торгует, в таком виде. Налоги платят в городскую каждую. Сейчас узнаем. Куда мы идем? Вот тут в красоте в такой. Мы идем в Piazza Signore. Так. Красивая площадь. На ней находится памятник Данте. Вот писатель начального периода Ренессанса. А рядом находится Piazza Capitano. Мы сейчас зайдем во двор. Капитан? Вот этот белый мужчина. Задумаешься, он такие вещи писал. Я сказал, философские. Так. Мышек. В городе много арок. Он знаменит тем, что можно под арками ходить, ходить, ходить и все будут арки. Локандо Капитани. Тут написано. Окей. Здесь. Красиво. Я бы сказал, оригинально вообще. Много поколений людей в этом месте. Так хочется сказать. Так хочется сказать. Enjoy life. То есть получали от жизни удовольствие. Ну знаете как. Небось сидели там в тенечке. Да? И отдыхали. От трудов праведных. Вот там. На башне-то. колокол, наверное, подвешен. Усыпальница местной знати герцогов. Там мощи лежат. Есть очарование определенное в таких маленьких улочках. Хотя тут они непредельно узенькие. Так можно даже на машине проехать. Бывает совсем узко. Вот мы идем по такой улочке. Как машинки запаркованы. Интересно, да? Слушай, я говорю, улица такая. Сейчас не слышишь, цокот капуть прям. Ну это если женщина на каблучках пойдет? Нет. Это вот прям такая достарька. С подковкой. Ты видел здесь зимой идти? Нет. Да, вот он не лезет. Скуда? Шуда. Аааа. Капу. 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 Такая улочка тоже. Я очень сожалею, что нельзя подальше отойти. Так все с близкого расстояния снимается. тут конечно мопед или так как мотороллер оптимальное средство передвижения когда вот такие узкие улицы да по центру может быть полоса для мутоциклистов да тут можно в любое время при любых погодных условиях можно так уютно устроиться а тут просто люди закусывают хорошо мне тут какие-то комментарии пишут под видео что когда говорю что люди закусывают когда где же они выпили чтобы потом закусывать я хочу сказать что очень многие люди закусывают просто потому что хотят покушать немножко а не потому что предварительно выпили мы снова вышли к речушке местные очень бурные воды и цвет такой талые воды очень живописный холм очень такие может быть не очень ухоженные очень аутентичные балконы местных жителей в этом доме я так полагаю что сознательно вырезаны куски штукатурки тут мы видим кладку самую разную кирпич и просто камнем и наверное должно какие-то разные эпохи разные архитектурные там были строительные стили показать вот мол как вот общий вид улочки очаровательный и тут же там речь перечушка вот это место а здесь такой как бы буфетик то закусить липы цветут очень много лип в талии и светлана запала играет хочу липу посадить а вот тут чуть пониже это типа сирени и пахнет типа сиренью очень-очень сильный запах у нас в калифорнии тоже называется жасмином это тоже разновидность сирени да ты что посередине разновидность сирени понятно